Нашего героя зовут Николай. В этом году он пошел в первый класс хорошей московской школы с углубленным изучением языков. Сегодня он может ходить, бегать, плавать и заниматься почти всем тем же, чем и его сверстники. Но при рождении Коля поставили диагноз – спинальный дизрофизм. И для того, чтобы мальчик смог играть в футбол или кататься на велосипеде, ему и его родителям пришлось многое преодолеть. Спинальный дизрофизм – это врожденная аномалия центральной нервной системы, конкретно спинного мозга и позвоночного столба. Бывают две формы спинального дизрофизма – открытая и закрытая. Обе формы приводят к одним и тем же последствиям – вялому порезу нижних конечностей. То есть ножки не развиваются, и ребенок, вырастая, не может ходить. Такие дети, как правило, если и начинают ходить, то дефектно, позже, чем их сверстники здоровые. Либо же вообще ходить не начинают, и всю жизнь прикованы к инвалидному креслу. Кроме того, у таких детей, как правило, есть и нарушение функций тазовых органов, то есть недержание мочи и кала. Первый шаг к здоровью – это операция. Однако, несмотря на технический прогресс и современные технологии, врожденные аномалией спинного мозга вылечить полностью невозможно. Операция у Коли была в 7 месяцев, она была долгая, действительно долгая, но страшна не сама операция, а вот именно тот послеоперационный период. Потому что когда меня вызвал врач и сказал, что подпишите, что там будет такая операция, и о последствиях. Я говорю, какие последствия? Ну, ребенок, возможно, не будет ходить, не будет сидеть, не будет там ползать, он будет у вас лежачим, там не сможет писать, не сможет какать, возможно, что будут везде трубки, он там все это будет поражняться только таким способом. И я так, по своей наивности, я говорю, ну, а сколько нам надо на восстановление? Он такой, всю жизнь. После хирургического вмешательства детям со спинальным дизрофизмом требуется длительное восстановительное лечение и реабилитация. А все потому, что спинной мозг уже поврежден, нарушено естественное развитие ребенка. На помощь приходят специалисты реабилитационного центра «Огонек». Здесь обучают движением детей с самыми разными заболеваниями нервной системы, в том числе и пациентов с диагнозом спинальный дизрофизм. Коля Шульга к нам поступил несколько лет назад. Впервые мы его увидели в 2009 году. Он ходил с помощью поддержки за две руки, то есть самостоятельно не передвигался, стоять не мог. У него есть нарушение функций тазовых органов, у него есть вялый нижний парапорез, то есть слабость ногах. При спинальном дизрофизме очень часто возникает еще одна проблема. У ребенка неправильно формируются тазобедренные суставы. Таких детей очень сложно научить самостоятельно стоять. Для этого нужна корректная ортопедическая помощь. Однако долгое время детям с подвивихом бедра вообще не могли помочь. Массаж, лечебная гимнастика, физиотерапия не приносили никаких результатов. Сказали, что нужно делать повторную операцию, но не на позвоночнике, а на тазобедренном суставе, потому что он не сформирован. И никто мне не сказал, что после операции эти дети не восстанавливаются. То есть кости будут здоровые, а он не сможет этими костями воспользоваться, потому что после операционный период, полугодовой, за это время у детей с таким заболеванием атрофируются полностью мышцы. Долгое время альтернативы операции не было. Но Николаю повезло. Он встретился со специалистами огонька, и они нашли выход из сложившейся ситуации. Исправлять колебедро хирургическим путем не стали. В научно-производственном центре «Огонек» разработаны ортопедические аппараты, которые помогают этим детям начинать первые шаги делать. В случае с маленьким Николаем необходимо было скорректировать положение бедер, одновременно удерживая всю ногу. Сложность состояла в том, что существовали аппараты, направленные на исправление какой-то одной части тела. Для Коли требовалось соединить несколько таких устройств в одно. Аппарат на всю ногу. Мы его называем аппаратом биомеханическим, ротационно-корригирующим. Был создан вот такой аппарат. Получается, что аппарат на отведение бедра, он работает на отведение бедра, как бы самостоятельный изделий, он так и остался. А для коррекции уже используется аппарат на всю ногу. Они вместе соединены. И так удобно, ничто не мешает его движению. Аппараты, созданные в огоньке, подарили шанс на выздоровление многим детям, в том числе и Коле, который первым испробовал новинку. Для того, чтобы научиться ходить, недостаточно просто надеть аппарат. Нужно ежедневно выполнять комплекс упражнений. В огоньке разработан специальный костюм – гравистат-гравитон. Именно в нем больные дети учатся ходить. Но при патологии тазобедренных суставов использовать костюм нельзя, так как состояние бедра может ухудшиться. Аппарат, впервые примененный для лечения Коли, уникален. Без него ребенок с подвывихом бедра не мог начать ходить. Разработка таких аппаратов является достижением, поднимающим реабилитацию детей со спинальным дезорфизмом на качественно новый уровень. Они единственные из, наверное, четырех фирм, которых мы пробовали еще аппараты, единственные, которые стали удерживать нашу сложную ногу. Очень легкие и прочные, просто низкий поклон, но действительно огонько, что они стали этой проблемой заниматься, потому что она действительно актуальна для очень многих деток. Сегодня Коля в операции уже не нуждается. Исправляется положение тазобедренных суставов. Значительные улучшения хорошо видны на рентгеновских снимках. Пусть его походка немного отличается от обычной, но ходить он может. Многим детям эта разработка подарила шанс на нормальную жизнь. Сегодня около десяти маленьких пациентов пользуются аппаратами для отведения бедра. У большинства есть положительная динамика. У кого-то, наоборот, нет никакой динамики, это тоже положительный результат. То есть не ухудшается состояние. Мы вот приостанавливаем тот процесс, который с ним происходил. В борьбе с болезнью главное характер и твердость духа, решимость добиваться поставленной цели. А цель у Коли сейчас одна. Я хочу ходить без аппарата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok